Я не стал делать видос про ивент Багряные дни, потому что посмотрев на ассортимент наград на задания и на механику мероприятия, потом глянул свое прошлогоднее видео, оказывается, сюрприз-сюрприз нового там. НИХУ! Более того, год назад я уже шутил про то, что все старое, то есть ивент за все существование в игре поменялся вообще никак, лук появился в прошлом году и все. О, круто, новая косметика? Прошлогодняя. Да, серьезно, прошлогодняя косметика, старые оболочки призрака, старые спэрроу, старые шейдеры, даже эмблема старая, это даже не рьюс, это просто ничего. Я понимаю, что через несколько недель. Хотя, есть новая прикольная секретная эмблема. Знаю, что не все в курсе почему-то, как ее получить, хотя об этом на сайте написано было, так что расскажу в конце видео. Но сейчас не об ивенте, а о более долгосрочных и важных новостях. Изменения в системе брони. Да, броня 2.0.1, если угодно. Первое изменение в системе снаряжения стражей с осени, когда и появилась та самая броня 2.0. В чем суть? Вот вышел очередной выпуск на этой неделе в Банже, и на этот раз разработчики поделились действительно интересной информацией касательно будущих изменений в игре. Уже с началом нового сезона, 9 марта, все игроки получат возможность менять стихийный тип брони. То есть вот этот параметр, солнечный, электрический, пустотный. Самое важное, за что он отвечает в игре прямо сейчас, это за то, как регулируется возможность вставлять определенный набор модификаторов. Преимущественно, конечно, игроки сейчас собирают себе пустотные сеты брони, потому что именно на этом типе снаряжения есть слоты под рабочие пушки. Под моды на увеличенный боезапас гранатомета или снайперских винтовок, например. Ну так вот, наверняка для вас актуальна проблема, когда вот она. Падает шмотка, какой-нибудь шлем или перчатки с отличными статами, как, например, броня из железного знамени. И вот все хорошо, вроде цифры хорошие, но не тот тип урона. А значит, те моды, которые вам необходимы, в эту броню уже не поставишь. Броня такая тут же обесценивается. Ну, надеюсь, вы не разбирали такие наполовину удачные роллы шматья, ведь теперь их можно будет поправить. Но, разумеется, придется раскошелиться на ресурсы. Стоимость перековки элементаля будет напрямую зависеть от уровня прокачки этой брони. Чем больше у вас прокачан фрагмент брони, тем дороже обойдется его перековка. Если, к примеру, шлем прокачан до 10 уровня Абсолют, то вам придется заплатить и блеском, и легендарными осколками, и улучшающими призмами, и высшим осколком. Грубо говоря, вы еще раз тратите те же ресурсы, которые вы влили в прокачку. Мы уже писали об этом в группе ВКонтакте, что если вы хотите перековать легендарную броню уровня Абсолют, то вам придется потратить 16 тысяч блеска, 25 легендарных осколков, 3 улучшающих ядра, 3 улучшающих призмы, и 1 высший осколок. А для экзотиков Абсолют, и того дороже, 24 тысячи блеска, 29 легендарных осколков, 5 улучшающих ядер, 5 улучшающих призм, и 3 высших осколка. Нужно обратить отдельное внимание на то, почему нужна такая система, и чем она вообще обусловлена. Столь высокая стоимость полной перековки, выставлена для того, чтобы вы внимательно оценивали каждый фрагмент брони, который вам падает. Как в примере, который я привел ранее. Вот упал неправильный элемент на шмотке, которая не вкачана до 10 уровня. Вы же поменяли его за низкую цену, и потом уже прокачиваете. Плюс, эта система помешает вам один и тот же комплект перековывать до потери сознания перед стартом любой активности. Че, Nightfall, но ща в Solar перекинусь и го. Вот такого не будет. Ну, либо ресурсы у вас после следования такой логики потратятся за пару недель. Так что, надеюсь, что вы вкачали до 10 уровня только нужные шмотки, и перековывать вам немного придется. И еще кое-что про модификаторы. Сезонные модификаторы. Слот для этих сезонных модов будет переработан. Теперь вы сможете использовать модификатор с трех разных сезонов. Прошлый, текущий и следующий. В зависимости от того, в каком сезоне была получена ваша броня. Если ваш сет с текущего сезона, то вы можете использовать модификаторы с предыдущего сезона Бессмертия, Актуального Рассвета или Грядущего сезона Достойных. В общем, как можно резюмировать эти изменения? Система 2.0 действительно развивается, учитывает пожелания игроков, и надеюсь, что дальше мы увидим еще больше улучшений, может быть даже не только в броне. Конечно, долго пришлось ждать этих изменений, подзатянули, но наверное лучше поздно, чем броня 3.0. Ну и внимательно сейчас, два супер хороших совета. Перестаньте прокачивать свой шмот сейчас, не спешите с этим без особой необходимости, особенно до максимального значения Абсолюта. Поберегите свои ресурсы, улучшающие материалы и призмы, оставьте это все до наступления 10 сезона. Это во-первых. А во-вторых, не спешите распылять шмотки, статы которых вам нравятся, но которые не совпадают по типу стихии с тем, что вы хотите. Надеюсь, у вас есть еще немножко свободного места в хранилище, для того, чтобы эти фрагменты снаряжения можно было перековать в грядущем сезоне. К слову, 18 февраля в игре стартует очередной ивент Железное Знамя. Мероприятие Лорда Саладина перехватит эстафету у Багряных Дней Лорда Шакса, и оно вот как раз вас может особенно заинтересовать. Падающими в матчах, шмотками, с хорошими, я бы даже сказал лучшими статами. Лутайте броню и сохраняйте особо удачные части Железного Сета, даже если они не подходят по типу урона. Такие вот дела. Я кажется обещал разжевать про специальную эмблему, не знаю как ты упустил это, но смотри. Зарабатывай сердца в ивенте Багряные Дни, выполняя контракты и завершая матчи специального плейлиста. Покупай оба экзотических сперров у Лорда Шакса, затем отправляйся на сайт Банжи в раздел наград и ищи ту самую эмблему. Жми получить, а затем забирай ее в своей коллекции в игре. Отдельное спасибо разработчикам за то, что эта эмблема не отображает ничего, вроде количества матчей или побед. Вот пока все новости. Про сводки фракталиновых торгов мы регулярно пишем у себя в группе, так что если хочешь следить за всеми событиями, подписывайся вконтакте. Ну а если хочешь, чтобы и ролики на канале выходили как можно чаще и становились лучше, подпишись на мой патреон. Там уже собралось небольшое, но важное для меня сообщество тех, кому не безразлична судьба канала, за что им отдельное спасибо. Все ссылки будут в описании. Счастливо!